Он рулит три раунда, три минуты каждый. Ну а как оно сложится, на самом деле, узнаем уже совсем скоро. Ох, какой удар по туловищу с таким замахом от самой Польши, по-моему, исполнил сейчас Михаил Туринский. Начинает Хрон этот поединок с атак по бедрам, с лоу-киков. Прямо вас! Прямо вас! Своего оппонента Михаил Туринский очень. Работает пока ногами в большей степени Томас Хрон по разным уровням и в бедро, и в туловище пытается. И посмотрите, валится Томас Хрон, тянется за своим соперником. Попытался пробить навстречу коленом Хрон. Неплохая попытка выкинуть левый хоккейк с передней ноги в исполнении Чеха, но Туринский пока все видит. Очень мало пропускает. Снова под опорную ногу здорово бьет Туринский. Вот, кстати, Михаила Туринский можно смело относить к кикбоксерским спойлерам, я так думаю, потому что он умеет испортить жизнь абсолютно любому топовому бойцу. Хорошая комбинация, право-боковое, левое колено в печень. Попытался еще раз выполнить подсечку. Ждет, ждет своего соперника Туринский на удары ногами. Но пока что поединок такой не самый зрелищный, да, но спортсмены присматриваются, пристреливаются друг к другу. Продолжает обрабатывать бедра оппонента Томас Хрон. Правильно делает, на мой взгляд, в дальнейшем это поможет Чеху. Сейчас хорошо встречает прямым ударом справа по туловищу соперника Туринский. Неплохая комбинация. Ого, вот такой оригинальный удар сейчас исполнил Михаил Туринский. Но, наверное, хотел впрыгнуть с коленом в голову своему оппоненту. А увидел, что Хрон пошел назад и поэтому для безопасности просто выставил ногу вперед. Ну что ж, неоднозначный такой... Второй раунд. Томаш Хрон против Михаила Туринский. Хрон начал работать ногами в верхний уровень, в голову. Михаил Туринский пытается контрить, встречая руками. Ну что ж, видимо, мои прогнозы сбываются. Спортсмены сбросили с себя стартовое оцепенение, начали действовать более активно и гораздо более продуктивно. Кричат Томас Изи, спокойнее. Продолжает выписывать кренделя различные Михаил Туринский. Вот сейчас в подобии ноги такую подсечку проводит поляк. Хорошая двоечка. Колено в корпус заходит у Туринский. Но знаете, если говорить о потенциальном соперничестве этих спортсменов с литовцем, с Юлиасом Моцкой, то должен сказать, что Юлиас Моцка, как мне кажется, будет фаворитом в бою с любым из этих спортсменов. Я не думаю, что они сейчас экономят силы с прицелом на финал. Мне так не кажется. Но при всем при этом мы видели, что Юлиас Моцка побыстрее сегодня. Более заряжен такой, взрывной. Продолжает отбивать бедро своему оппоненту Томас Хрон. И попадает руками, надо сказать. Достал своего соперника, пару раз зацепил. Покраснело уже бедро у Михаила Туринский. Не ставит он щиты, не убирает ноги. Не совсем правильно делает, на мой взгляд. Ну а Томас Хрон продолжает работать. О, пропустил. Пропустил Михаил Туринский. А, нет, не стал отчитывать нокдаун. Просто судья показал, что нельзя поворачиваться спиной. Ну, в общем-то, это логично, да. Как говорят боксеры, во время поединка не отворачивайся, пропустишь самое интересное. Так же и здесь. Разбит нос у Михаила Туринский. Похоже, что поляк начинает плыть. И он пропускает удары. Томас Хрон на опыте. Все-таки добивается своего. Во-первых, он соперника замедлил своими лоу-киками, безусловно. Разбив ему нос. Он таким образом затруднил ему дыхание. Ну, и, соответственно, сейчас уже Михаил Туринский будет значительно тяжелее. Еще один удар в прыжке в исполнении Михаила Туринский. Все эти прыжки и вращения выглядят в его исполнении. Ну, вот, меня всегда это удивляло, конечно. Третий раунд, напомню, это второй полуфинал. Четверки тяжеловесов. Вот опять вращение начинает исполнять, как балерина Михаил Туринский. Не нужно ему это сейчас абсолютно. Он не очень хорошо это делает. И сейчас перед ним стоят гораздо более важные задачи, на самом деле, чем показывать красивые удары с разворота. Сейчас хорошо. Попытался сконтрить после лоу-кика Туринский. Хорошая двойка. В исполнении поляка. Подустали спортсмены. Продолжает работать ногой в туловище Томаш Хрон. Но почему-то забыл он совершенно про лоу-кик. Хотя, с другой стороны, уже разок его встретил так очень неласково. Михаил Туринский после лоу-кика правым прямым. Коленом по корпусу попадает Хрон. Полтора минуты до завершения третьего раунда. Здорово руками цепляет соперника Чех. Еще один удар с разворота, но на сей раз что-то получается здесь у Михаила Туринский. Ну, по крайней мере, сам прием, да, в техническом исполнении. Но если говорить о его КПД, то близится к нулю просто. Хорошо сейчас достает Туринский соперника руками и сам получает. Удары по корпусу также сделали свое дело. Я сейчас дифферамбы Тому Шухрону пою, который очень грамотно бой построил. Отсушил бедра сопернику, работал по корпусу. И, в общем-то, делал все, чтобы лишить соперника функционалки, сбить ему дыхание. И это получилось. Продолжает идти кровь из носа у Михаила Туринский. Еще один удар с разворота. Хрон к этому готов. Болельщики начинают недовольно свистеть. Им не нравится вот это обилие клинчей. Не нравятся постоянные обнимашки. Но что поделать. Еще один удар с разворота. Михаил Туринский явно не уступает в росте своему оппоненту. И куда он, соответственно, пробивает этот бэкфист в прыжке в макушку. Завершен третий раунд. Я думаю, что Томас Хрон все-таки в этом поединке одержит победу. И... Итак, сейчас мы узнаем соперника Юлиаса Моцка в финале четверки. Приглашаются официальные лица в ринг для награждения победителей. Ну, а мы ждем официальное решение. Да, все-таки Томас Хрон был признан судьями лучшим в этом поединке. Я с ними категорически согласен. Продолжение следует...